Еще одно здание, но это такое, конечно, советской постройки, но тут есть, во-первых, табличка, доска. В доме проживал инженер, краевед Балабанов Виктор Федорович. А здесь табличка посвящена Столярову, вот в честь кого названа эта улица. Он был расстрелян, он был настоящий террорист, и вот еще вот в именании вот этих террористов называют улицы. Дело в том, что у него, а также его сотоварищей по фамилии Вайнштейн, вот, царское правительство, полиция, нашли оружие, винтовки, представляете? Было это в пятом году, в 1905-м. Вот если сейчас бы где-то нашли склад с оружием, что бы вы сделали? Правильно, подогнали бы, чтобы не рисковать жизнью, бронетранспортер, ОМОН или войска предложили бы этим бандитам сдаться и выдать оружие, а если бы они не подчинились, направили бы туда пушку, бабахнули бы, ну, конечно, выселив перед этим население. И все. Вот так и надо было делать и царскому правительству. Нет, чего-то там довели до революции, короче. Вот. Ну, Вайнштейн и Столяров до революции не дожили. Пришел в читу генерал Раненкамп и у подножия Титовской сопки расстреляли их. Ну, площадь декабристов я уже показывал. Вчера? Нет, все-таки не могу смотреть, как на меня смотрят люди. Все-таки вообще, такими непонимающими взглядами. Ну, что такого? Идет человек, снимает, разговаривает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!